Слушайте доктора. Значит, мы говорим сегодня о том, как сохранить здоровье после 50 лет. Я так условно для себя почему-то разграничила именно на этой точке возраст, да, вот именно этот обозначил. Потому что мне кажется, что именно вот, может быть, потому что предпенсионный он такой, что 50 лет – это какой-то такой рубеж. После этого как-то серьезно меняется физическое здоровье человека, и он как-то по-другому должен относиться к своей жизни, других врачей, я не знаю, посещать, другие анализы какие-то делать. Хотелось по этому спросить, насколько оправдана вот такая цифра 50 лет. Что Вы думаете по этому поводу? Ко мне приходят мужчины на прием. Ирина Владимировна. И чаще всего хвастаются тем, что они по 10-15 лет не были у врачей, и они не хотят, и считают, что это так и надо. Это мужчины какого возраста так гордятся? Это мужчины, может быть, и после 50, есть и 40 с лишним, есть и 60, то есть они считают, что чем больше они не были у врачей, тем для них это, ну, гордость, они гордятся этим. Но после того, как я им говорю о средней продолжительности жизни, у нас в России мужчин, то есть, скажем, больше 5 лет назад, это было около 61 года, женщины же 72 с лишним, а сейчас уже тенденция к росту, то есть все-таки мы стали жить дольше в России. Насколько дольше мужчин теперь живут в среднем? Мужчины сейчас до 65. Доживают. Доживают в среднем по 16-му году, да, женщины до 74. Это очень хорошо, попадаешь так руки к Ирине Владимировне, тебе 50. Ты мужчина, ты приходишь и говоришь, ну, я вот такой орел, я 15 лет, я с 30 лет не была, значит, врача, или там с 35 лет не было врача, а вы ему говорите, ну, так вам 15 лет жить осталось. Это стимулирует их, да, обследоваться сразу. Конечно, быстро. Да, ну и вот, поскольку я знаю, что в семейной клинике есть взрослое отделение, оно на кого ориентировано все-таки, на людей какого возраста, и есть ли там действительно у вас тоже какие-то программы и деления, что вот это, например, 30-40, это 40-50, это уже за 60. Отвечу, наверное, я на этот вопрос. Клиника у нас включает в себя взрослое отделение, детское отделение из поликлинической структуры. Также включает стационар с хирургическим блоком. Взрослая поликлиника, она рассчитана на людей от 18 лет и до 100 лет людей-долгожителей. В взрослой поликлинике у нас есть всё, есть новейшее оборудование, асы, самые лучшие специалисты города Кирова работают. Ну, единственное, что раз вот у нас сегодня тема посвящена рубеж 50 лет, могу добавить, что для женщин, так как гинеколог, я эндокринолог, репродуктолог, опасным периодом является это как раз 40-45-50 лет. Потому что в этот период женщина входит в климактерический период, период переменопаузы. И в этот период, конечно, случаются всевозможные проблемы со стороны гинекологии и маммологии. Это полипы, эндометрия, кровотечение, нарушение менструального цикла, миомы, эндометриозы, гормональные нарушения. То есть это все заболевания обусловлены гормонально зависимые. А мужчины? У женщины, понятно, то есть уже даже не 50+, а вот такой критический момент, это 40-50. Да, у женщин вот этот критический период. А мужчины тоже 40-50 лет, это хронический простатит, выходит на первое место. И сейчас нельзя скрыть ту информацию, что очень много еще заболеваний кишечника у мужчин, в том числе онко, раковых заболеваний. Поэтому в этот период очень хорошо обследоваться и находить какие-то начальные заболевания, начальные стадии заболеваний, чтобы потом их купировать, лечить вовремя. Так, мы границу подвинули ближе к 40, когда мы. Что скажет Роман Николаевич про взрослых? Ну, я также соглашусь о том, что, наверное, все-таки после 40 нужно уже начинать обследоваться. Для этого, в общем-то, есть и в общей практике, как и нашей страны, так и за рубежом, что ряд обследований включены, начинают уже быть при методосмотрах именно с 40 лет. Каких-то специальных комплексных обследований. Специальных комплексных обследований, которые входят в том числе и в национальные стандарты. Это сейчас не про Россию, про зарубеж. Нет, и в России так же точно. В России так же точно. То есть на Западе, конечно, большее количество обследований у людей входит именно в методосмотры. И именно рубеж 40 лет является таким, что называется, критическим. Это те методосмотры, которые включают в себя страховка, да? Необходимые методосмотры для того, чтобы поддерживать страховые полисы свои. Конечно. Что-то такое. То есть страховая компания на Западе не заключает с человеком медицинскую страховку в случае, если он не прошел те этапы медицинского осмотра, которые предполагаются именно данной компанией. То есть если человек не проходит методосмотр, который включает в себя осмотр определенного количества врачей и именно каких-либо медицинских исследований, в нашей стране после 40 начинают мерить, например, внутриклосное давление. То есть это проблема глаукомы. Именно в 40 лет всем, что называется, декретированным группам граждан… Декретированным? Да. Что это такое? Это те, которые обязаны приходить в методосмотры. То есть есть профессии, в которых человек обязан пройти методосмотры, иначе его не допустят до его деятельности. Ну, например, те же самые врачи, или люди, работающие в сфере, например, общепита, или образования, воспитателей, учителя. Да, то, что в нашей стране законодательство обязывает проходить медосмотры. На Западе, конечно, этот список более широкий. Почему, допустим, и выявляемость заболеваний именно на разных, на ранних стадиях на Западе гораздо выше. То есть взять, опять же, вот, как сказала Наталья Николаевна о том, что очень высок риск в нашей стране заболеваний кишечника на Западе, после 40, обязательным является проведение, например, колоноскопии. Колоноскопии. Да. Причем в последующем в некоторых странах ежегодным, в некоторых странах раз в 3 года контрольным исследованием, вне зависимости от того, что-то нашли или не нашли. А если в семье у людей есть наследственность по заболеваниям толстого кишечника, то после 40 обязательно раз в год проведение данного вида исследования. Какого рода заболевания кишечника? Ну, конечно, чаще всего… Такие семейные, которые там настораживают. Семейные настораживают, это, конечно, онкология. В первую очередь. Вся проблема в таких заболеваниях заключается в том, что на ранних стадиях они идут без симптомов. То есть человек, приходя на данные исследования, может не желаться ни на что, не проявляя никаких симптомов. А когда появляются симптомы, становится уже поздно. То есть либо это уже бывает неоперабельное состояние, либо состояние, в которых имеются уже метастазы. У нас колоноскопия не входит в обязательные медицинские вещи. У нас колоноскопия не входит в обязательные медицинские Как женщины должны попасть в руки к мамологу после даже 35 лет, ну а 40 обязательно делать мамографию, так мужчины, можно сказать, должны делать колоноскопию. Вообще и женщинам не мешало бы, конечно. Ну и ходить к урологу. Да, и мужчинам ходить к урологу. Вот Ирина Владимировна, семейная клиника специализируется на медосмотрах. Огромное количество людей проходит через поликлинику вашу. когда люди проходят вот эти медосмотры это все взрослые люди, понятное дело они каким-то образом фокусируются на том, что у этого человека вот здесь, вот здесь, вот здесь возникла проблема или все-таки относятся к этим медосмотрам к чему-то, что работодатель требует а самому неинтересно есть какая-то часть сознательных людей которые берут на заметку и идут дальше дальше обследоваться у нас в клинике человек сам приходит обследоваться и он чаще всего мотивирован на то, чтобы обследоваться, узнать о себе что-то и уже дальше что-то делать то есть люди грамотные, люди понимающие и они хорошо относятся к своему здоровью раз они обратились к нам в клинику и свое здоровье нам доверили приходят люди, допустим, на профосмотры назначаешь им дополнительное обследование все, что не входит в график профосмотров допустим, тоже УЗИ малого таза а УЗИ большую полость не проходит тут же проходит да, главное рекомендовать, объяснить почему, зачем, что-то нужно пройти то есть обязательно пройдут ну вот я просто знаю, что огромные потоки проходят да, как-то ситуация за последние годы это последнее такое лирическое отступление изменилось потому что у меня полное ощущение по себе даже помню, что профосмотр надо быстренько сбегать, справку на работу принести а там дальше, вот как вот те, которые по 10 лет врача не были дальше существуют ну это как зависит меня изменилась как-то психология пациента люди разные, поэтому кому-то нужно побыстрее чтобы лишь бы штамп стоял, что он годен к работе безразлично, что там нашли и может и не выполнить никакие рекомендации а кто-то, кто такой ответственный человек, в том числе к здоровью, также относится он, конечно, все пройдет и все рекомендации то есть это все зависит индивидуально ну хорошо, когда есть профосмотр хорошо, когда есть ведь профосмотр, на который специально предприятие посылает и даже дополнительно это оплачивает и прочее а сейчас, да, конечно, можно сейчас я просто хочу перейти к ситуации которую вы как раз, Ирина Владимировна, обозначили когда люди приходят самостоятельно и сознательно все-таки взрослые люди, которые не на пенсии обычно, у них очень мало времени ну это тоже одна из причин, почему обращаются редко и там очень мало времени и когда человек представляет, что надо будет пройти сразу несколько там врачей и это надо будет ходить туда и сюда это часто человек отвращает то, чтобы обращаться вообще к врачам и есть ли какие-то в клинике специальные программы которые за короткий промежуток времени позволяют основных врачей пройти и составить картинку о своем здоровье да, как раз у нас есть такие программы чекап называется значит, есть программы более узкие то есть для более молодых тут нет возрастных ограничений то есть мы смотрим по жалобам, конечно то есть более такие четкие, сжатые основные анализы давайте объясним, что такое чекап, наверное, еще, да? чекап, если так я просто буду переводить с английского это проверка такой, тест это комплексное экспресс-обследование целью которого является ранняя диагностика заболеваний основных органов и систем как у машины, тоже там есть чекап-тест да, 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 да мы пройдем у вас тихосмотр тихосмотр, да тихосмотр который раз в год проходит по машинам то же самое тихосмотр, то есть медосмотр пройдут в клинике значит, в основной осмотр входит в базовый входит общий анализ крови и мочи сахар крови, липидный спектр, где определяется полностью холестерин вредный, полезный, то есть триглицериды, свободные жиры, плавающие в крови исследование гормонов щитовидной железы, что особенно важно в нашем эндемическом районе то есть у нас йода мало у нас йода мало и проблем очень много начиная с детей и у взрослых да то есть это надо, за этим надо следить биохимические анализы крови, которые включают функцию печени, почек значит и онкомаркер ПСА входит то есть для мужчин чаще всего старше 40 но можно на шифру онкомаркер что такое ПСА? просто специфический айтиген то есть это это мужской мужской и для женщин это СА-125 то есть это просто гормон онкомаркер определяющий онкозаболевание яичников вот это старше 40 это как бы стандарт обследования у нас в России вот именно только на эти заболевания дальше сюда входит рентген органов грудной клетки кардиограмма УЗИ органов брюшной полости печени, поджелудочной железы, селезенки и почек УЗИ щитовидной железы УЗИ органов малого таза это очень большая программа за сколько дней ее проходят люди? это в зависимости от того как им удобно ведь кому какое расписание то есть мы индивидуально подходим каждому человеку кого когда кого в свободное время то есть это в течение нескольких дней за один-два дня можно за один-два дня все пройти все пройти и потом еще не договорила консультации врачей-специалистов уролог-андролог для мужчин гинеколог для женщин невролог остеохондрозы наши офтальмолог обязательно смотрит и последний этап заключительный когда терапевт подводит общий итог все рассказывает на что обратить внимание как дальше жить и что дальше делать с этим со всем счастьем делать да ну это вот такое комплексное обследование хорошо что можно пройти за короткий промежуток времени конечно важно когда ты не просто сдал сдал анализы а тебе еще все разжевали объяснили нарисовали в общем твой образ жизни на последующие долгие годы конечно да у нас еще очень любят проходить чекап в условиях стационара то есть сутки стационара два дня одна ночь или можно даже в условиях дневного стационара пройти этот чекап то есть они это приезжие приезжие люди вас попали вы знаете нет чем это удобно вы сами сказали что комплекс достаточно большой да даже с технической точкой зрения если подбирать под каждого пациента индивидуально есть технические особенности когда человек сдает анализы они какое-то время готовятся и потом только можно прийти к врачу то есть с технической точки зрения составить его так чтобы вы приходили из одного кабинета в другой это практически невозможно поэтому люди выделяют себе два-три дня для того чтобы лечь в стационар для того чтобы не задумываться о том в какое время мне приехать человек ложится в стационар на него заводится история болезни расписывается ему расписание всех посещений специалистов и каких-либо лабораторных или функциональных исследований он спокойно лежит себе в палате смотрит телевизор к нему подходит медсестра и говорит у вас вот на такое-то-такое-то время к такому-то врачу подойдите в такой-такой-то кабинет он идет к специалисту потом возвращается к себе не нужно сидеть в коридоре или задумываться о том так у меня следующий специалист через 45 минут что я могу за это время успеть ну либо доехать до дома либо доехать до работы и задумываться о том а надо ли мне это все а в каких условиях проживает человек ну у нас у нас есть суперусловия да условия у нас замечательные в нашей клинике есть одно-двух и трехместные палаты в каждой палате есть санузел с душевой кабиной то есть можно компанией так лечь да вдвоем, втроем ложатся ложатся родственники, семейные пары да вы знаете эти идеи есть действительно не только у вас а есть у нас пациенты ну я так просто прикинула договориться выделить и чтобы не скучно было бывали женщины три подружки ложатся сразу же проходит весь комплекс обследований бывают семейная пара муж с женой ляжет вот у нас как я уже сказал есть двухместная палата лели вдвоем сходили по очереди один к одному специалисту заходил единицу у тебя там пожалуйста а самое лучшее у нас есть вип-палата лучше чем в любом санатории города Кирова что вы там делаете здесь делать мы с ними дополнительно ничего не делаем условия пребывания да то есть это большой телевизор отдельный свой санузел большая полутораспальная кровать с большим количеством подушек ну и соответственно как бы отдельное условие с артопедическим матрасом конечно исключительно поэтому чем это удобно то есть человек не задумывается о том что когда и в какое время ему куда сбегать да то есть вот выделил он для себя два-три дня на собственное здоровье и он точно знает что за два-три дня он пройдет весь комплекс обследования начиная от головы заканчивая я хотела бы добавить еще с питания еще трехразовое питание сюда входит четырехразовое питание и никакого алкоголя никакого здорового образа жизни я хотела бы добавить то есть я сказала про базовую программу а есть более расширенная для людей более старшего возраста или по жалобам то есть туда дополнительно еще как раз входит так колоноскопия которая у нас делается с анестезией безболезненно то есть туда входит ФГДС когда мы проверяем да желудок туда входит это вот кишку глотает да 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 то есть тоже по желанию можно с анестезией это делать то есть безболезненно ничего не чувствуя при этом значит дуплексное сканирование сосудов шеи мы смотрим атеросклероз бляшки то есть это обязательно надо смотреть плюсом еще эхокардиоскопия вот ну и дополнительные доктора тут просто более расширенные тут уже идет мамолог эндокринолог хорошо а как человеку определить какую программу ему надо вот он приходит и говорит или он сначала идет к терапевту он чаще всего бывает так то есть бывает кто-то знает но скорее всего терапевт все равно корректирует приходит к терапевту и по его жалобам по его возрасту мы подбираем ему более удобно что ему нужно и обследуем я сейчас задумалась просто над палатами о которых рассказывала сегодня Роман Николаевич на том что можно уединиться и заняться предметом своим здоровьем за 2-3 дня потому что ну вот мне кажется все-таки лучше знать чем не знать с районов приезжают с других городов приезжают потому что действительно у нас здесь намного это все дешевле чем в больших городах хороший вопрос насчет дешевле или нет я конечно когда к программе готовилась и там рассматривала со всех сторон это иностранное слово ЧК в первых строчках поисковиков выходят клиники там федеральные какие-то там да не обязательно московские и ценник я вам хочу сказать прям хочется его этим словом действительно назвать он такой очень немаленький я видела и 100 тысяч и больше 100 тысяч на чекап-тест я поэтому и спросила вас что за чудо такое и потому что я не знаю на что ориентироваться и сколько человек платят за такую услугу у нас стоит 7 тысяч чекап для женщин базовая программа и 6 тысяч стоит для мужчин а если я захочу остаться на 2-3 дня на 2-3 дня в условиях стационара с ночлегом с питанием полторы тысячи у нас стоит стационарное размещение в сутки с питанием то есть это дешевле чем в гостинице чем в хостеле хостеле конечно дешевле дешевле там не кормят да 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 и плюс все у вас будет вся программа расписана что зачем и когда вы проходите чтобы совсем не в хостеле то есть одноместная люкс-палата у нас стоит 2,5 тысячи рублей это очень интересно это надо людям которые в Киров приезжают не в отелях останавливаться в клинике заодно и подлечиться там получить консультации и поесть и есть где жить ну расширенная программа соответственно 12 тысяч для женщин 11 для мужчин это вот более это склоноскопия когда все входит в АГДС ну вот это такая история когда мы все знаем и дальше уже мы сами выбираем как нам лечиться где нам лечиться тоже да в каком темпе собственно и лечиться я-то конечно например склонна иметь какого-то своего доктора консультирующего и направляющего и еще заставляющего меня иногда звонком говорить там у тебя свет подошел ты пожалуйста сделай вот это очередной техосмотр очередной техосмотр есть такая услуга когда вот прям вы звоните клиентам и говорите пациентам на такой случай у нас есть программа ваш личный доктор ваш личный доктор будет постоянно контролировать все ваши исследования результаты то есть будет направлять вас к врачам кому нужно будет значит вы будете круглосуточно под наблюдением то есть всегда можно будет позвонить своему доктору задать какой-то вопрос то есть это выезд на дом доктора при необходимости когда совсем тяжело то есть там идет консультация врачей-специалистов то есть там входит в эту стоимость годовую и осмотр стоматолога это какой-то годовой абонемент годовой абонемент такой да 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 то есть там входит тоже какие-то лабораторная диагностика 50 показателей например функциональная диагностика там 3 вида УЗИ то есть вот уже фиксированную сумму туда входит уже массаж например 10 сеансов массажа 10 занятий ЛФК инъекции то есть это все уже входит для одного человека стоимость программы 30 тысяч рублей если идет например семейная для двух это уже более выгодно 50 тысяч рублей можно и с детками тоже все объединить то есть у нас программы для детей такие тоже то есть годовые не зря вы называетесь семейной клиникой это очень важно кстати что что касается детей в первую очередь чтобы тебя помогали контролировать ситуацию ну и что касается например твоих пожилых родителей когда ты точно можешь проконсультироваться и знать что происходит и что нужно делать часто очень бывают такие трудности в разговорах насчет здоровья с родителями да а здесь вот есть еще какой-то человек профессионал который направляет помогает ну то я так вот себе представляю что касается ЛФК это очень хорошо потому что к сожалению мы уже тут кстати в студии не раз и говорили об этом о том что физиотерапия ЛФК массажи мануальная терапия то что в общем из поликлиник в свое время ушло сейчас стараются главврачи поликлиник стараются как-то кто может снова открывать снова как-то специалистов подтягивать они об этом рассказывают понимают важность у вас это все есть у нас это все есть у вас это все есть и все это в комплексе можно использовать но кроме того что ты пользуешься услугами специалистов которые над тобой работают непосредственно я знаю что вы даете консультацию в целом по здоровому образу жизни и в том числе вы говорите о занятиях фитнесом вне ну фитнеса я имею ввиду все физкультура лечебная нелечебная ходьба ну вот то что люди представляют себе начитавшись интернета что это здоровый образ жизни и я занимаюсь физической активностью все у меня хорошо вот буквально бум ведь сейчас происходит у нас на глазах сейчас и в городе Кирове тоже когда люди уже предпенсионные пенсионного возраста поодиночке или группами занимаются различными видами деятельности как вот вы относитесь к тому что народ так массово после 50-60 лет пошел вот это нельзя назвать спортом фитнес так скажем мы конечно положительно к этому относимся почему потому что в движении как раз и заключается наша жизнь пока мы двигаемся мы существуем поэтому то что люди стали заботиться о собственном здоровье не только с медицинской точки зрения но и именно с повышения своей физической формы это конечно положительно единственное что бы мы хотели добавить ко всему к этому то что человек прежде чем заняться фитнесом пойти в спортивный зал ему необходимо исходно оценить собственное здоровье проверить наличие каких-либо заболеваний или какой-либо патологии для этого у нас разработан так называемый фитнес-чекап что он в себя включает он включает в себя специальный чекап по фитнесу и именно именно по фитнесу причем он рассчитан на людей которые не просто считают себя здоровыми да то есть здесь возможно обследование людей которые имеют какие-либо уже проблемы то есть например проблемы с повышенной массой тела и им нужно понять чем они могут заниматься а чем не могут заниматься и мало того что мы помогаем им понять чем они могут заниматься здесь идет обследование как лабораторная то есть сдача анализов так и функциональные пробы то есть сдаются анализы на различные пиохимические пробы в том числе сдача на сахар крови на инсулин то есть посмотреть именно почему у человека может быть повышен избыточный вес а это основной стимул избыточный вес для того чтобы заняться фитнесом сейчас вы знаете в какой-то степени да у мужчин или у женщин или у всех у всех у всех чаще всего человек начинает задумываться ну как это сейчас принято скоро лето пора в спортзал да 50-60-70-летний тоже наоборот почему бы и нет я то думала что может быть уже народ понимает что не в лете дело а в принципе в том что с лишним весом плохо жить конечно но тем не менее все равно да внешний вес очень важно конечно тогда я не думаю что люди в 50 не задумываются как они внешне выглядят и когда они снимут шубу что они оденут я думаю что люди в нашей стране начинают об этом задумываться и после 50 в мае ну конечно в мае и апреле везется конечно вот поэтому человек должен понять в каком состоянии находится его организм и мало того что по этому фитнес чекапу люди могут получить понимание того в каком состоянии находится организм кроме того пациенты могут получить рекомендации по коррекции той или иной проблемы то есть ну например при избыточном весе проблемы могут быть начиная с проблемами именно с повышенной массой тела на фоне нарушения толерантности глюкозе то есть повышенного сахара либо проблемами со щитовидной железой эндокринной системы да то есть проблемы с эндокринной системой этот фитнес чекап включает в себя двойную консультацию эндокринолога это короткий какой-то все-таки чекап он достаточно короткий опять же как уже сказали да он 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 чем он отличается от тех чекапов о которых рассказывала Ирина Владимировна он отличается тем что именно он обращен на то чтобы спрофилактировать какие-либо проблемы связанные с внезапным нагрузками с внезапным желанием заняться физкультурой спортом если человек длительное время этим не занимался то у него могут быть проблемы либо с сердечно-сосудистой системой на фоне занятий спортом либо с эндокринной системой кроме того в этот чекап включено то что как я уже сказал может помочь человеку набрать ту физическую форму в которой он стремится и которая оптимальна для него и еще извиняюсь то есть это консультации опять же я говорю врачей-эндокринологов кардиологов которые могут именно назначить то лечение которое поможет сохранить физическое здоровье потому что начав заниматься спортом можно в какой-то степени даже навредить себе чем получить положительный результат то есть здесь курирует еще и кардиолог в том числе исключаются и проводится диагностика с другими заболеваниями от чего повышенный вес то есть там узи брюшной полости проводится исключаются гепатозы то есть что такое гепатоза эндокринное заболевание которое первично первичное а вторично уже будет ожирение повышенный вес понятно так Ирина Владимировна хотела что-то добавить то что человеку надо донести обязательно в том числе в этом исследовании что спорт это очень хорошо но главное питание то есть должен питание и спорт то есть все должно быть в комплексе а то некоторые мы занимаемся спортом но мы не хотим менять а потом пиво идем да свои пищевые привычки то есть все это должно быть грамотно все в комплексе я знаю что в современных фитнес-центрах очень же распространено сейчас братья индивидуальных тренеров и вот ответственные тренеры они всегда не просто просят а требуют принести что называется справку от врача и не просто справку со штампиком я здоров и могу а именно какую-то расширенную такую картину которая показывает все это можно это нельзя и в соответствии с этим составляет программа да по занятиям но даже если ты занимаешься самостоятельно в фитнес-центре не в фитнес-центре где-то на улице все равно конечно нужно знать и понимать как рассчитать свою нагрузку чтобы не навредить и не навредить и достигнуть правильного хорошего результата потому что ведь и темп у всех разный организм у всех разный у кого-то мгновенный результат у кого-то через год через два только наступит но к этому времени идеальная форма мне кажется должна сложиться конечно в голове вот здесь Ирина Владимировна правильно сказала в голове должно сложиться что с возрастом нужно все-таки подчищать так свой образ жизни убирать оттуда окончательно вредные привычки курение алкоголь ну хотя может быть со мной тут поспорят потому что иногда читаешь что после 50 ни капли ни ни ну сигареты по-моему уже никто не спорит совершенно я не устаю радоваться что у нас Порошина на трапе здоровья перестали курить совершенно вот но еще и питание а с питанием я не знаю проблемы большие есть в городе Кирове или теперь уже абсолютно все доступно и можно рекомендовать все что угодно сейчас действительно все я вот смотрю почему почему на Романа Николаевича мне кажется что Роман Николаевич занимается фитнесом да вы спортивно почему про меня а я знала что вы это скажете все хорошо выглядят да сколько можем ну да я занимаюсь фитнесом сейчас мы сотрудничаем с большим количеством фитнес центров которые действительно заинтересованы в том чтобы люди приходя в фитнес центру занимались не только физической активностью но и имели представление о собственном здоровье именно из после медицинского обследования да уважающие себя фитнес центры этим занимаются и активно на нас сами даже выходит для того чтобы составить какие-либо программы и обследовать тех клиентов которые приходят к ним что касается питания у нас в городе действительно можно подобрать то питание которое необходимо для улучшения результатов при физической нагрузке даже не на слишком большие средства даже не на слишком большие средства у нас еще можно найти районные продукты натуральные более качественные чем скажем свои местные то есть любые то есть молочные какие-то мясные то есть еще что-то можно найти натуральное и питаться хорошо в отличие тоже от центральных городов где там совсем все сложно вот это это просто очень важно потому что очень часто когда говорят о здоровом питании фитнес-питании лечебном питании кажется что это очень дорого и поэтому недоступно нет все продукты которые мы видим на прилавках ну не абсолютно все но среди них можно выбрать мы должны знать что искать и что читать и что смотреть диетолог есть у вас в клинике эндокринолог этим занимается назначает какие-то такие вещи да эндокринолог занимается Ну, так скажем, я по специальности тоже имею сертификат нутрициолога, то есть чем отличается диетолог от нутрициолога? Как? Диетолог… Полминуты. Диетолог – человек, который занимается подбором диеты, то есть он составляет диету, составляет именно те комплекс тех продуктов, которые подходят под определенную диету. Чем занимает нутрициолог? Это человек, который подбирает продукты под непосредственно пациента. То есть из ингредиентов, которые входят в продукты питания, нужно составить тот комплекс, который необходим при различных ситуациях. Нутрициолог это называется. Придется отдельную программу делать про это. Я, честно вам скажу, не знала, что есть такая специальность. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, что мы были полезны нашим слушателям. И благодарю наших гостей. Это врачи семейной клиники Филимонова Ирина Владимировна, Сунцов Роман Николаевич и Сахарова Наталья Николаевна. Надеюсь, вам тоже было с нами хорошо. Спасибо, приходите еще. Спасибо вам. Спасибо вам. Слушайте доктора